Всем привет! Сегодня мы немножко поразвенчиваем мифы, что я наблюдаю в комментариях у себя под видео, когда девушки делятся информацией, скажем так, как, ой, господи, как бывалые уже. Очень существует такое заблуждение яркое, что если турок тебе не сделал быстрое предложение, не проявил как-то себя, да, то есть безинициативно в самом начале, то он никогда на тебе не женится, и это может тянуться вообще годами, и никакого результата в плане замужества, штампа в паспорте у тебя не будет. То есть с тобой пользуются, с тобой играют, ты для чего не нужна, нужна для определенных, короче, целей, но не для серьезных отношений тебя рассматривают. Мне кажется, что это огромное заблуждение, потому что так рассуждают женщины, либо такое мнение бытует у людей, которые общались именно с такими, кто обещает, очень хорошо трепет языком, но он по факту до дела не доходит, просто красиво говорят. Живя здесь в Турции, уже понимая более-менее их менталитет, повадки людей, я вообще не вижу таких ситуаций, чтобы турок и турчанка в отношениях быстренько, скажем так, поженились, начали встречаться и тут же быстро расписались. Здесь, наоборот, у среднего возраста, то есть не у самых молодых прям студентов, которые в брак вступают, такие тоже есть, но они вообще долго, как правило, встречаются, тянут отношения, там лет 25, 20, 25 до 30, встречаются годами, как правило, это не 2-3 месяца турок сделал предложение, тут же они побежали в ЗАГС, значит, он ее любит, типа он на тебе быстро женится. Вообще такое вот у наших бытует мнение, что вот быстренько, значит, на тебе женятся, все турки очень легко идут там на брак, а если тебя замуж не уберут, значит, тобой вообще пользуются, и ты, как супруга тебя для серьезных отношений не рассматривает, полный бред вообще. Здесь идут нормальные отношения, так же, кстати, как и в России, вообще здесь в этом огромной разницы, честно говорю, не вижу. Здесь встречаются также годами, по 2-3 года отношения, потом у них, вот я вам до этого говорила, вот отметьте, помолвку сделали сначала, да, когда там есть все по правилам таким, познакомили родителей, потом они делают помолвку, публичную встречу, либо там дома, либо в кафе, это в ресторане где-то отмечается, после этого проходит какой-то период времени, они назначают там дату свадьбы, потом к свадьбе это и готовится, а бывает так, что они дату свадьбы, роспись сделали, а после росписи в ЗАГСе, потом официальная свадьба с гулянкой, банкетом и гостями, с фотосессией, и всеми делами будет вообще через полгода, бывает в течение года, то есть это от финансовой, конечно, ситуации семьи, зависит от их планов и всего прочего, но здесь есть вот такое, и говорить о том, что Тур, если на тебя быстро не женился, не среагировал, так как они эмоциональные, темпераментные, восточные мужчины, типа у них быстро все это происходит, эмоции, типа вот он загорелся, значит он точно женится, да вообще фигня полная, они тут годами могут встречаться, и потом в итоге даже бывает, встречаются, встречаются и расстаются, это не только с иностранками, я про турчанок, про отношения их рассказываю. Часто говорят, что типа турки там не разводятся, их там семья держит, вот эта вся история, здесь также есть и краткосрочные браки, очень быстрые, у нас знакомый так женился, он постречался с девочкой, ну они были студентами там после института, там 25-26, стоит ему уже сейчас под 40, это такая давняя история была, они встречались долгий период времени, несколько лет в институте, поженились и расстались в течение года, когда они начали жить вместе, они до этого вместе не проживали, они поняли, что они абсолютно разные, ей хочется тусоваться, девчонки, клубы, тусовки, ему хочется уже семьи 25 лет, может там детей рожать, ей вот такого, ну бизнес был, работу настроен, развитие карьерное, и они в течение года расстались очень быстро, он говорит, я, блин, дура, потратила 3-4 года, я не помню, с кого они там были, для того, чтобы за год узнать, что вот так все, я, говорит, доплюнула, надо было сразу с ней побыстренько расписаться и разводиться, чтобы понять человека, да, или он мне сейчас сказал, надо было пожить вместе, и когда говорят там свадьба, скажем так, по беременности, по залету в Турции, это редкость или еще что-то, потом он, мы вообще были в шоке, он нас на вторую свою, скажем так, свадьбу не позвал, потому что она у него произошла за 3 месяца, он просто познакомился с девушкой и своей ровесницей, они очень друг к другу подходили по уровню жизни, по взглядам, по целям, ровесники и все такое, в общем, он встретил того человека, которому нравится, и она забеременела от него, и очень быстро была свадьба, там буквально родственников позвали в ресторане, то есть расписались, ничего такого там фуршетов огромных не было, и нас не позвали, с мужем мы были в шоке, даже сначала обиделись, а потом мы узнали, потому что она была беременна, у нее токсикоз, и они просто, по сути, они расписались и улетели в Испанию отдыхать на 3 недельки, и, ну, как у нас, в принципе, да, делают, расписались и улетели куда-то, ничего, гулянок, никаких пьянок, вот этого всего не было, и потом мы узнали, что она беременна, мы как бы все поняли, как бы не стали обижаться, все это понятно было. И это, по сути, это не скрывалось, беременность особо, потому что она была уже взрослой, там по 35 лет, им было по 34, и все у них в порядке, у них родился сын, они живут, короче, у них проблем, Пу-пу-пу, нет, нормальный брак, вот как бывает. То есть он женился у одного человека, два абсолютно разных примера, как и у нас бывает. И думать, что он быстро должен был жениться, так как он турок, фигня полная. Бывает даже свадьба по залету. Почему вот этот миф существует, что если турок вас сразу пригласил, замуж должен обещать, вот эта вся история. Это миф и заблуждение из тех, кто общается в интернете с турками и курортниками, которые хотят влить вам в уши, очень быстро дать ту информацию, которую вы хотите получить. Все прекрасно знают, во всем мире женщины, большинство хотят замуж, детей, когда у них возраст, не 20 лет, да. Это то, все прекрасно знают, рычаги давления, то, что хочет женщина услышать, как ее хмурить и очаровать, сказать ей это, конечно. То есть они говорят то, что вы хотите услышать, чтобы вас задержать возле себя, придержать, заманить, получить на самом деле что-то другое, что от вас нужно. Я не исключаю, что из такого курорта Наравана переходят отношения в серьезные свадьбы, все такое, примеров миллион. Но к фразе вот этой «выходить там замуж» не надо так сильно серьезно относиться, это просто вот в ситуации интернета или курортов, это то, что вы хотите услышать. Это просто рычаг давления на вас, чтобы вы растаяли. Ну и, к сожалению, вот многие пишут, которые, о, неужели такие дурочки есть, которые поверят, ходят, сколько лет живут, типа такого еще нет. Девочки, ну судя по письмам, которые мне приходят, очень многие в это и верят. Практически каждая третья недолюбленная женщина, которой любви знаков немания не хватало, она на курорте, вот это услышав, я хочу на тебе жениться, будь то моей женой, каждая на это ведется, каждая третья, скажем так, в интернете так же. И вы не поверите, у меня на консультации девочка была, клиентка, самодостаточная, с очень хорошей карьерой, ни малолетка никакая, взрослая уже, при деньгах самостоятельная, которая рационально, говорит, я рационально ко всему отношусь, отношения у нее всякие разные в жизни были, то есть она самодостаточная, нормальная, ухоженная женщина, живущая, женщина из-за девушек, как бы, живущая в Москве, там, жил площадью, со всей, то есть с карьерой, то есть у нее нет вообще, когда говорят там, типа, ой, всякие убогие натурков клюют, которые там чего-то там недополучили, и все в таком роде. И она говорит, я когда думала, что я, говорит, на это поведусь, но такие слова, ее заманило фразы, давай с тобой поженимся, то есть будь моей женой. Я, говорит, никогда об этом даже не думала, когда мне это сказали, я такая, мне, говорит, так приятно это было, мы, собственно, с ней прорабатывали, да, то есть ее зацепил вот этот крючок, даже не сам человек, даже вот эта фраза, когда человек в этом был, не нуждался особо, что говорит о тех, кто недолюблен в чем-то, да, кто именно этой фразы ждет, у кого цель жизни, родить детей, выйти замуж, вот я о чем, девочки, что на это многие попадаются, поэтому во многие и говорят. И я считаю, что это не тема только турецкая, это вообще любые курортные, легкомысленные мужики во всем мире, на побережьях, это может быть Испания, Италия, Греция, и что у нас тут поближе, что я вижу, все то же самое в Марокко, арабы какие-нибудь, да, все, что фастфуд, я это называю в кавычках, да, быстрое питание, да, когда-то, знаете, фастфуд, фастфэшн есть, да, быстрая мода, это всякие там Зара, Бершка и так далее, фастфуд, еда и фасттуризм, когда большой поток женщин идет, принимаются, скажем так, да, самые некрасивые приемчики, да, методы задеть, получить то, что ты хочешь, ну, девочки, это от вас все зависит, верить в это или нет, конечно, я понимаю, что верить хочется в лучшее, но когда тебе на курорте говорят, будь моей женой через три дня, это как бы, вы выбираете, верите в это или нет, я бы, конечно, не верила ни в коем случае, и когда там на теперь, с тебя, скажем так, выжимают, потом курортник просит, ой, да приезжай ко мне, да у меня денег нет, да мы, да я же тебя люблю, ну, главное, с милым рай в шалаше я тебя люблю, это тут история в Турции особо не проканывает такая, это в нашем менталитете, не в их, не в турецком, здесь женщины по-другому себя ведут, по-другому ставят и на с милым рай в шалаше практически не ведутся, есть, конечно, но здесь по-другому к этому относятся и имейте девчонки в виду, поэтому на это так клюют и на вас давят, потому что вас этому учили, что с милым рай в шалаше это нормально, я вообще считаю, что отношения должны развиваться минимум год-полтора, где-то года, вот за год-полтора общение, встреч регулярных, не раз там в полгода, это не та история, или совместного проживания до брака где-то год-полтора, вы поймете человека в быту, по поведению, по поступку, вы уже будете все видеть, а знаете, а просто жить, например, год, видеться раз там в полгода, два раза вы встретите, но вам при этом говорят постоянно, я хочу на тебе жениться, и никаких поступков особо за этим нет, знаете, наталкивает на какие-то размышления, что, скорее всего, может, этого и не будет, что это какая-то ерунда здесь происходит, что это все как бы не по-настоящему, а только слова. И раз-раз повторяю, всегда по мужчинам, неважно какой национальности, следите по поступкам, также и мужчина о женщине следит, как это так, делает выводы по поступкам, как она себя ведет, это абсолютно взаимозаменяемо к полам, это не распространяется национальности на расы и на страны проживания, это везде во всем мире, так это существо наше человеческое. Так что турок, который предлагает быстро замуж, выйти, не факт, что доведет это до конца, если так быстро об этом говорить, то возможно, это вообще чисто такая красивая фразочка, чтобы женщину поймать, зацепить на эту удочку. Второе, надо, конечно, смотреть на его контакты, знания вашего языка, например, русского, и были ли у него отношения с каким-то славянскими женщинами до этого, это тоже показатель. Не очень для меня лично был бы хороший, да, то есть мужчина уже, скажем, как я говорю, прохаванный, знает менталитет и все прочее, на это обращайте внимание. И с турком жить, встречаться в отношениях, там, до свадьбы какие-то отношения, или там переезжать, или еще что-то, год, полтора-два, это нормально. Это так же, как и было бы в вашей стране, когда вы встречаетесь с парнем регулярно, там, лесожительствуете, смотрите, пробуете. Не затягивать, я не говорю про то, что затягивать, жить там, блин, до свадьбы долго и все прочее. Нет, просто определенный период времени, полгода, год, это все видно будет. Так что, девчонки, делайте выводы, пишите комментарии, если есть вопросы по этой теме, задавайте их, или можете оставлять ваши вопросы и письма на почту, которую я всегда пишу в инфобоксе под видео. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пожалуйста, делитесь этим видео, скоро увидимся, всем пока!